МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Тема капитального ремонта, спила аварийных деревьев и доступности транспорта. Глава города Елена Лапушкина осмотрела Красноглинский район Самары и встретилась с жителями в рамках проекта «Мой дом». Проголосовали, выбрали дизайн и контролируют процесс работы. На Чернореченской 33 благоустраивают двор в рамках программы формирования комфортной городской среды. Проверить знания и найти заветный приз. В Самаре прошла детская квест-игра «Правнуки. Победа». Метание снаряда, сдача норм ГТО, сбора птички. Самарские школьники приняли участие в игре «Зарница». Триумф народа-победителя. 77 лет назад на Красной площади в Москве прошел Парад Победы. Среди участников того исторического шествия были и жители Куйбышевской области. Около 200 человек. В честь этого события сегодня состоялась торжественная церемония возложения цветов к вечному огню в Парке Победы. Почтили память ушедших героев. Глава Самары Елена Лапушкина, ветеран Великой Отечественной войны Сергей Алехин, родственники участников парада 45-го года и жители города. Репортаж нашей съемочной группы. Имя Александра Михайловича Шулайкина навсегда запечатлено на стене в Парке Победы среди тех куйбышевцев, кому выпала честь маршировать на Параде Победы 1945 года. Но, как вспоминает семья героя, при жизни он очень скромно относился к этому и считал, что достойны этого были многие бойцы, которые своими силами приближали знаменательный День Победы. Про Парад Победы рассказывал. Про войну он не любил говорить. Он все время говорил, я, говорит, не знаю, почему меня так вроде выделили. Мы все воевали, говорит, одинаково. Поэтому, говорит, награждать нужно каждого солдата. Он все время так говорил. Для участия в легендарном параде бойцы должны были пройти строгий отбор. Это смогли сделать около 200 жителей Куйбышевской области. Некоторые из них смогли принять участие и в знаменитой церемонии повержения вражеских знамен и штандартов. Я считаю, что этот день заслужили все наши друзья, все наши боевые офицеры, которых и нет в живых, и еще живые. Я хочу поздравить вас с этим днем, пожелать вам доброго здоровья, счастья, благополучия и всего-всего доброго. Почтить память погибших бойцов, тех, кто ценой своей жизни защитил родную землю и возложить цветы к вечному огню в Парке Победы пришли глава города Елена Лапушкина, представители ветеранских организаций, родственники куйбышевцев, участников парада Победы, а также участники патриотических движений и неравнодушные жители города. Мы все с вами наследники Победы и потомки победителей. Мы должны, мы обязаны помнить имена наших героев, чтобы с гордостью и честью нести это звание, чтобы с гордостью и честью защищать нашу с вами Родину. После торжественной церемонии глава города также возложила цветы к бюстам героев Советского Союза Василию Маргелову и Владимиру Чудайкину. Ольга Павлова, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Всю жизнь защищал здоровье советских граждан и помогал нуждающимся. Сегодня на здании областного управления Роспотребнадзора повековечили память о Георгии Андреевиче Митереве и открыли мемориальную доску в его честь. В торжественной церемонии приняли участие глава города Елена Лапушкина, санитарные врачи, студенты медицинского университета и общественники. Подробнее расскажет наш корреспондент. Память о Георгии Митереве теперь увековечена на мемориальной доске. Ее открыли на здании областного управления Роспотребнадзора, которое находится на улице, также названной в честь первого министра здравоохранения СССР и первого государственного санитарного комиссара Средневоложского края. Именно личность Георгия Андреевича подсказывает нам и всем о том, какие пути возможны и как нужно развивать себя в профессии, в специальности, для того, чтобы не только остаться в нашей памяти, но и в первую очередь внести свой бесценный, абсолютно неоценимый вклад в развитие отечественного здравоохранения. Георгий Митерев родился в селе Бариновка, Самарской губернии. Его внук, тоже Георгий, рассказал о воспоминаниях своего дедушки. Чтобы утолять тягу к знаниям, Георгий Андреевич ездил в соседнюю деревню, где находилась Народная библиотека, а когда повзрослел, он поступил в Самарский университетно-медицинский факультет. После выпуска начал успешную работу в сфере здравоохранения. Я считаю, что ему очень повезло в этом отношении, что он оказался именно в Самаре с хорошей школой науки и медицины. И ему повезло в том отношении, что самарцы его помнят и уважают. В торжественной церемонии открытия мемориальной доски и возложения цветов приняли участие глава города Елена Лапушкина, санитарные врачи, студенты медицинского вуза и общественники. Верю в то, что и наши современники, и последующие поколения, конечно, будут чтить и помнить Георгия Андреевича и, конечно, брать с него пример. Я благодарю всех и всех поздравляю с этим событием. Теперь сотрудники Роспотребнадзора будут приходить на работу, чтобы защищать права потребителей и их здоровье и благополучие под надзором знаменитого предшественника. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Глава города Елена Лапушкина продолжает встречи с жителями Самары в рамках партийного проекта «Мой дом». Одна из них прошла в Красноглинском районе. Но перед этим мэр города осмотрела улицы и дворы района. Проехала по адресам, откуда поступали жалобы. О чем просит и за что благодарят самарцы, расскажет Ольга Павлова. По просьбе жителей Красноглинского района Елена Лапушкина осмотрела территорию у Дома культуры «Искра». Когда-то он был настоящим дворцом. Паркетные полы, мраморные колонны, барельефы на фасаде. В дни проведения праздников в ДК играл духовой оркестр и музыка была слышна по всему поселку. Сейчас «Искра» нуждается в реконструкции. На настоящий момент разрабатываем дизайн-проект, потом с этим зайдем уже на строительный проект. После этого будем решать вопрос о начале строительно-монтажных работ. Немало вопросов от жителей города, в том числе и через социальные сети, поступило по поводу состояния тротуара по улице Сергея Лозо. Самарцы отметили, что пешеходные дорожки нуждаются в обновлении. Конечно, есть серьезные просадки, есть вопросы с коммуникациями, с колодцами. И решили, что в этом году, там, где особенно вопиющие провалы, конечно, это все восстановим и сделано. Кроме того, мы уже в середине июля заходим на ремонт уличной дорожности самой улицы Сергея Лозо. Осмотрел глава города и территорию ЗАГСа по адресу Сергея Лозо, 13. В данный момент внутри здания и на прилегающей к нему территории ведется ремонт. Рабочие обновляют фасад и укладывают тротуарную плитку. В будущем здесь появится благоустроенный сквец фонарями, лавочками и аркой для фотосессий. Особой локацией стала вертолетная площадка, которая в прошлом году открылась после реконструкции. Конечно, есть небольшие замечания по локациям, где у нас особая такая большая проходимость, где много детей. Есть газоны, которые немного пострадают, но мы примем решение, возможно, мы заменим покрытие. Ну, а все остальное, вы видите, прекрасно, все в цвету, все красиво. Обсуждение наболевших вопросов продолжилось в администрации Красноглинского района, где глава города провела встречу с жителями. Самарцы затронули темы капитального ремонта домов, спила аварийных деревьев, ремонта ливневой канализации, а также обновления дорог и доступности транспорта. Первый маршрут будет у нас плохо. Иногда рекомендуется 50 минут, люди жут. Основная проблема транспорта в этих удаленных районах даже не то, что не хватает автобусов, а то, что они сами по себе очень протяженные. И они в обязательном порядке. Где-то встают в пробки, где-то стоят на светофорах. Очень надеемся, что решим вопрос все-таки по пересадочным талонам, когда человек с одним билетом может ездить дальше. Вся нормативка у нас уже есть. Жители Красноглинского района задали главе Самары более двух десятков вопросов. Городские власти взяли их на контроль. Также в администрации провели семинар с активом советов многоквартирных домов проекта «Мой дом». Напомним, региональный проект помогает жителям в решении актуальных вопросов в сфере ЖКХ. Он создан по инициативе губернатора и секретаря Самарского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Азарова. Главная задача – повысить правовую грамотность актива многоквартирных домов. Поэтому выбрали формат обучающих выездных семинаров. За два года организовали более двухсот таких встреч. В них приняли участие порядка семи тысяч активистов. До этого времени чаще всего собственниками и управленцами в домах были управляющие компании. Когда мы с вами не могли с ними выстроить общий язык, мы не понимали, куда уходят у нас деньги с многоквартирного дома, и какие мы деньги платим, что с ними происходит, было неизвестно. Современная и удобная платформа ГИС ЖКХ обеспечит простой доступ к широкому перечню данных и сделает сферу жилищно-коммунального хозяйства понятной и доступной. Через эту систему собственники могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями и органами власти различных уровней. Вести и проверять показания приборов учета, контролировать работы по дому, проводимые управляющими организациями, а также отслеживать их стоимость. Проверить наличие лицензии управляющей организации, узнать график капитального ремонта по дому. На семинаре присутствовали руководители профильных департаментов администрации города и представители ресурсоснабжающих организаций, которым жители Красноглинского района смогли задать вопросы в индивидуальном порядке после окончания встречи. Ольга Павлова, Константин Головин, Николай Епифанов. События. В Самаре в этом году планируют обновить более 55 дворов по программе формирования комфортной городской среды. В железнодорожном районе благоустроят пять территорий. На Чернореченской 33 работы начались 15 мая и завершатся к концу лета. Как организован процесс, узнала наша съемочная группа. Во дворе на Чернореченской 33 идут масштабные работы по восстановлению и ремонту тротуарных дорожек внутри детской площадки, монтажу игрового оборудования, установки скамеек, урн и ограждений. Работы начались 15 мая и будут завершены к концу лета. Напомним, благоустройство идет в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды национального проекта жилье и городская среда. Всего в этом году по программе в областном центре будет обновлено более 55 дворов во всех районах города. В прошлом году уже был выполнен ремонт дорог заблаговременно, зная, что в этом году мы заходим здесь на проект формирования комфортной городской среды. Здесь было уже до этого сформировано такое пространство с детскими формами, с малыми архитектурными формами, с детскими игровыми комплексами. Меняем ограждения вокруг детской площадки для того, чтобы детишки не убегали на дорогу и добавляем освещение. Строители уже обновили пешеходные дорожки, поставили опоры уличного освещения. Готовы будущие клумбы и тротуары. Осталась установка малых архитектурных форм и детской игровой площадки. Также привезут грунт и высадят декоративные растения. Главное условие – качество выполненных работ. Все строим по паспорту, как положено, по ГОСТу. Можете увидеть, как положено, так и делаем. Никаких проблем у нас пока еще до сегодняшнего дня не было с администрацией, с 2018 года. То, что что-то выполнили неправильно или не по ГОСТу, или дети повредили себе ногу, руку, ничего такого подобного еще не было. На всех этапах идет контроль со стороны администрации железнодорожного района, подрядной организации. Жители занимают не менее активную позицию. Ида Васильевна Тишакова, старшая по дому, за порядком во дворе и в доме следит пристально. Рассказывает, что к ее мнению подрядная организация прислушивается, решают все сообща. Ида Васильевна принимала активное участие в подготовке документов и разработке проекта благоустройства. В итоговом проекте учтены интересы всех жителей – и детей, и автовладельцев, и представителей старшего поколения. И вот наконец-то настал счастливый день, и мы увидели у нас на площадке, что начинаются работы. И сегодня мы очень этому, конечно, рады. Так что повезло нам. Надо все доделать, а уж потом умирать. Надо все доделать, еще что-то много дел. В соседнем дворе по улице Владимирской 21, 23 и 27 также идут масштабные работы по ремонту внутриквартального проезда и тротуарных дорожек, обустройству мест для парковки автомобилей. Замена бортового камня уже выполнена. Планируется, что в этом году в железнодорожном районе будут обновлены внутриквартальные проезды в 10 дворах. У нас заключен контракт на стройконтроль. Всегда на работах ежедневно присутствует подрядчик стройконтроля, контролирует данный вид работы. Но также мы на себя ответственность не снимаем, присутствуем сами, встречаемся с жителями. При любых малейших каких-то обращениях жителей, чем-то недовольствах, мы всегда сразу здесь, в любое время, выходной, праздничный день. Также планируется установить информационный щит, отремонтировать ограждения спортивной площадки и теннисный стол, демонтировать старые качели, установить новые. На газоны завезут чернозем и оградят их. Во дворе высадят пять каштанов. Светлана Кудрявцева, Елена Чернявская, Григорий Плешаков. События. В Самарской области отменили часть штрафов за ненадлежащее поведение во время отдыха на водоемах. Согласно новым введениям, граждан больше не будут штрафовать за прыжки в воду с незаконных сооружений и плавание за буйки. А также закатание на гидроциклах без спасательных жилетов. Напомним, самарцам рекомендуют купаться только на специально оборудованных пляжах. Самореды, в первую очередь, набережной от улицы Ленинградской до Вилоновской. Вторая очередь, набережной от Маяковского до Дамбы в районе комплекса Кенап. Четвертую очередь, набережной от улицы Осипенко до Дамбы у Силикатного оврага. Пляжи в районе Загородного парка под спуском по улице Советской армии. Пляж в районе Барбошиной поляны, возле санатория Можайский в Красноглинском районе. Первая смена Всероссийского военно-исторического лагеря «Страна героев» началась в лесной сказке Кенельского района. Путевку в такой лагерь предоставляют в рамках национального проекта «Культура бесплатно». Дети проходят конкурсный отбор, создают портфолио. Программа лагеря позволяет укрепить здоровье, научиться работать в команде, больше узнать об истории своей страны. Наша съемочная группа увидела, в каких условиях отдыхают ребята. 250 детей из Самарской области и не только собрались в лесной сказке и две недели будут осваивать образовательную программу по нескольким направлениям. Защитники изучают основы военно-прикладной, строевой и военно-тактической подготовки, учатся оказанию первой медицинской помощи. Эта программа интересна юно-армейцам, кадетам, участникам военно-патриотических объединений. Хранители истории объединяют участников региональных поисковых отрядов, краеведческих экспедиций, патриотических клубов. Здесь можно приобрести навыки проведения археологических работ. Дети знакомятся с техникой создания музейных экспозиций. Что мне нравится в лагере? В лагере очень круто. Вы даже не представляете, насколько. Инструкторы вкладывают все, чтобы нам было интересно. Они помогают нам развиваться, получать новые навыки, новые знания. Участники направления «Волонтеры Победы» узнают о форматах организации массовых патриотических мероприятий и акций, посвященных памятным датам. Направление «Медиа Победы» предназначено для изучения основ создания и продвижения патриотических медиапроектов. В программе также занятия спортом, тематические вечерние мероприятия. У нас есть такие коллективные творческие дела, где дети проявляют себя, ставят номера. То есть это не то, что когда нужно выйти на сцену, и ребенок может застесняться. Это что-то более отрядное, ламповое. И, конечно же, это вечерние огоньки, тематические. Страна героев ежегодно принимает 5000 детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Отдыхать в первую смену в «Лесной сказке» приехали дети не только из Самарской, но и Московской области, из Татарстана. Теме Дня Победы и Великой Отечественной войне в лагере уделяют особое внимание. Акция «Окна Победы», концерт «Песни Победы» – традиционная георгиевская ленточка каждому. Здесь в Георгии, в Самарской области, вы видите, самолет, МЛ-2 является определенной традицией. И как раз этот местный колорит самого различного направления является определенной составляющей для ребят, кто приезжает из других регионов, они с этим знакомятся. Самарская область прошла серьезный конкурсный отбор среди субъектов Российской Федерации и получила право на то, чтобы «Страна героев» прошла в регионе. Она реализуется при поддержке областного правительства. Кроме губернии, военно-исторические лагеря будут работать в Кировской области, Татарстане, Удмуртии и Мордовии. Программа организована в рамках национального проекта «Культура». Организатором военно-исторических лагерей «Страна героев» выступает Российское военно-историческое общество. Виктория Шарая, Юлия Василькина, Сергей Баскин. События. На проспекте юных пионеров прошел детский квест «Правнуки Победы». Чтобы найти заветный приз, юные участники выполняли непростые задания. Собирали части карты, отвечали на вопросы и угадывали название песен военных лет. Продолжит тему Ольга Волкова. Как называли тех мальчишек, которые воевали в частях Советской армии? Герои. Ребята таких мальчиков. Их было более трех тысяч. Их называли сын полка. Ответить на все вопросы об истории Великой Отечественной войны, отгадать название песен военных лет и собрать части карты, на которой отмечены города-герои. На проспекте юных пионеров прошел детский квест «Правнуки Победы». Квест проходит в рамках акции «Лучи Победы». Проверить свои знания и найти заветный приз собрались отдыхающие детских лагерей дневного пребывания. Наша задача – познакомить детей с событиями Великой Отечественной войны, чтобы они знали, какие были полководцы, какие у нас города-герои. Вообще у нас сегодня пройдет подряд четыре квест-игры. Порядка трехсот детей сегодня будет занято в этом мероприятии. Ну, отгадывали всякие заплаты. Ну, в каком году, например, Великая Отечественная война началась? В первом не отвечал, а во втором на два вопроса ответил. В 1941 году закончилось 1945 года. У меня первые были танцы только. Победителями стали команды, преодолевшие все этапы с лучшим результатом выполнения заданий. В награду их ждали дипломы и памятные призы. Ольга Волкова, Григорий Плешаков. События. Сдача норм ГТО, разгадывание шифров, сбор аптечки, метание снарядов и преодоление полосы препятствий. В 127-й Самарской школе в поселке Управленческий прошла военно-патриотическая игра «Зарница». По мнению организаторов, в игровой форме дети легче усваивают историю. Подробности в нашем сюжете. С сегодняшнего дня ученик 4-го класса 127-й Самарской школы Ваня Салтанов ждал с нетерпением. В прошлом году он уже принимал участие в «Зарнице», и ему это очень понравилось. Особенно Ване удаются прыжки в длину. Он уже прыгает на 130 сантиметров. Поэтому среди прочих конкурсов предпочитает испытания под названием «Полоса препятствий». Это любимое состязание и для его одноклассницы Василисы. В военные ремни, противогаз одевать, метание, в музее вопросы задавать будут. Ну, там надо бегать, прыгать, метать тоже. Прыжки в длину были, на вопросы отвечали, отжимания и метание. Метание снаряда, сдача норм ГТО, разгадывание шифра, сбор аптечки, станция ОБЖ, стрельба. В 127-й школе прошла военно-патриотическая игра «Зарница». В жюри не только учителя, но и курсанты кадетского корпуса, а также Валериан Ульганов, представитель Кировского и Красноглинского районных военных комиссариатов. Он приготовил для участников игры сюрприз. Я очень рад, что проводится такая вот игра с такими интересными и красивыми детьми. Я очень рад, что идет связь поколений. Ну, на всякий случай я сделал небольшой сюрприз. Взял воздушный пистолет, кросс 127-й, там накачаем по минимуму его, чтобы так пуля далеко не летела. И самые легкие полграммовые пульки. Вот эти вот пульки, я так думаю, ну и награда полкило помадки «Коровка». Вот лучшему стрелку, скажем так. Игра военно-патриотическая. У нас есть танцы, где ребята отвечают на вопросы. И, конечно, это знание истории Великой Отечественной войны. Это знание своего города. Тем более у нас город Самара, Куйбышев, запасная столица, плюс город боевой и трудовой славы. Поэтому, как бы, ребятам необходимо это знать. Ну и показывать свои умения, ловкость, выносливость. Учителя 127-й школы успешно готовят своих ребят для участия в районных и городских соревнованиях «Зорницы». В школьной копилке есть множество грамот и наград. В том числе за первое место на городском этапе. Виктория Шарая, Максим Гусев, События. Лето – традиционная пора отпусков и поездок. Аналитики «Яндекс.Путешествия» изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда едут отдыхать самарцы в июне. Самое большое число поездок пришлось на Россию – 95%. На страны ближнего зарубежья – 3%, а на страны дальнего – 2%. Для зарубежных поездок самарцы чаще всего выбирают Армению, Беларусь, Киргизию, Турцию и Казахстан. Среди стран дальнего зарубежья, помимо Турции, популярностью пользуются Израиль и Арабские Эмираты. Среди российских направлений лидируют Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Екатеринбург. Интерес к перелетам по России вырос на 37%. Число полетов за рубеж увеличилось по сравнению с прошлым июнем на 36%. Основная причина – отмена, связанных с пандемией ограничений. Поездки самарцев по России продлятся в среднем около 8 дней. В страны ближнего зарубежья – около 17%, в другие страны – около 13%. Стоимость перелета туда и обратно по России снизилась на 14% с 12 050 рублей до 10 600 рублей. При этом стоимость перелета в страны ближнего и дальнего зарубежья выросла для жителей Самары до 26 100 рублей и 38 500 рублей соответственно. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В Самаре пройдет летний фестиваль «Джаз в Струковском». Это три открытых концерта для жителей и гостей города, посвященных празднованию двух юбилейных дат – 100 лет российскому джазу и 60 лет джаза в Самаре. Фестиваль познакомит зрителей с самарскими артистами и приглашенными гостями, расскажет об истории джаза и знаковых датах. Первый концерт пройдет 26 июня на сцене Летнего театра Струковского сада. Начало программы в 16 часов. Сообщает телеграм-канал администрации города «Вести с Дворянской». Сотрудники отдела опеки промышленного района совместно с представителями комплексного центра соцобслуживания Самарского округа провели семинар «Опекаемая семья в руках профессионалов» для замещающих родителей. Детально разъясняли вопросы защиты имущественных прав подопечных и нормы их поведения. Специалисты ознакомили опекунов с признаками девиантного поведения и подробно рассказали о важности раннего выявления и ранней профилактики подростковой наркомании. Родильный дом в Самарской городской больнице номер 10 открыл свои двери для пациентов. Об этом пишет администрация Куйбышевского района. Отделение оснащено современным медицинским оборудованием, применяются методы сберегающих перинатальных технологий, имеется возможность проведения партнерских родов. Приемы лечения пациентов ведут опытные специалисты. Администрация Красноглинского района Самары приглашает жителей на бесплатные тренировки. На территории района работают специалисты по физкультуре и спорту. Занятия проходят на вертолетной площадке в сквере Кузнецова, на стадионе «Салют» и других территориях. Ссылку на список можно найти в телеграм-канале администрации района. Я на этом с вами прощаюсь. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в «Одноклассниках» и во Вконтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Все вам доброго и отличных выходных! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!